Ребята, всем привет! У меня вопросы к родителям. Скажите, у ваших детей тоже меняется режим, когда меняется время года? Слышала, у многих такая проблема. У Анютки, слава богу, пока такого нет, но, возможно, это еще потому, что мы в целом соблюдаем гигиену с нам. Плюс я пользуюсь всякими умными гаджетами для малышей. Ну вот, например, недавно заказала на Мегамаркете один очень классный гаджет. Сейчас сделаем с вами распаковку. Готовиться к лету и к дачному сезону с Мегамаркетом всегда выгодно. Плюс сейчас в мае там в честь дня рождения маркетплейса действует повышенный кэшбэк до 50% бонусам Сберспасиба, которыми можно оплатить до 99% от стоимости следующих покупок. Я на таких хороших скидках как раз взяла умный гаджет Анютки. Это зайка Алило, обошелся всего в 2395 рублей, а вернется бонусами еще 767. Потрачу их на шоппинг в следующий раз. Игрушка крутая, зайка рассказывает сказки, стишки, а еще включает специальный успокаивающий шум, чтобы малышам было проще и спокойнее засыпать. Друзья, по промокоду Мегадетки на Мегамаркете у вас будет скидка в 1000 рублей при первом заказе детских товаров от 4000 рублей. Отличный повод побаловать себя и родных неожиданными покупками. Переходите по ссылке в описании и делайте заказы. Это что за грибочек? Кто такой? Я такой взросленький уже. Грибочек ты мой. Так, смешно. Итак, ребята, новый день. Новый влог. Сейчас мы отвезем Анюту к моим родителям. Я тебя сейчас скушаю. Я тебя сейчас скушаю, грибочек ты мой. Танцевать-ка. Ты мой милый, уже сама стоит. Иди к маме, маме, надо собираться. Ой, моя дорогая. Ой, как я люблю этого кукелька. Кукель, кукель, кукель. Кукель, кукель, кукель. Иди кукель, мы опаздываем, я опаздываем. Ой, как? Кукелька моя. Так, зарядки все взяла. Что рассказывать? Мы сейчас отвезем Анюту и поедем обратно на дачу. Да, заниматься всеми этими же сборами. Так что, Аня. Пока-пока. Пока-пока. Мы сегодня не выспались. Уже третий день, да, не высыпаемся? Реально, прям жесть. Помимо того, что мы поздно ложимся, рано встаем. Мы еще ночью плохо спим, потому что у нас маленький ребенок, который ночью бывает такой типа тут-дым-су-дым, покушать, мам, обнимите, папа, поделуйте. Ну, короче, мы не жалуемся, просто рассказываем. Мы едем на дачу, как я вам уже сказала. Нам осталось еще ехать полчаса. И сегодня вообще в планах все вывести, освободить полностью дом. Ну, кроме кухни останется. Кухня только, но это Слава со своим папой будут разбирать попозже, через несколько дней. Вот. Вчера звонил строитель и сказал, что лучше давайте-ка я попозже заеду, раз у вас там еще не все готово. Потому что с чего он начнет? Так это с того, что будет снимать вагонку. Ну, снимать вагонку он будет ее, как бы, я так понимаю, не так, чтобы аккуратно, а просто долбить, херачить. Да, на самом деле, я уверена, что и мы могли бы дать этой вагонке вторую жизнь. Мы могли бы ее покрасить, что-то там учудить, придумать. И, наверное, было бы вообще очень даже миленько. Но это, конечно, звучит прикольно, но, может быть, и можно было бы, знаете, обойтись малой кровью, если бы не то, что у нас между стен дыры, нет утепления, ходы для мышей. Ну, короче, то есть, типа, просто покрасить вагонку, это как бы для красоты сошло бы, но нам-то нужно и для жизни, и для тепла в доме. Поэтому просто покрасить не получится. Выставила рилс, который монтировала не я, но я скинула все материалы. На диск у меня есть девочка, Настя. Она мне монтирует влоги о рилсе. Вот такие, где я голос записываю, и там какой-то видеоряд идет. Вот, она сделала за ночь три рилса мне. Молодец. Продуктивность. Короче, и один из видосов у меня про дедушку. Вот, ну, не то, что прям полностью про дедушку, а про то, что почему мы очень быстро организовывали свадьбу, и за полтора месяца вообще ее организовали. Да, и у меня вот как бы сейчас внутри, как будто я на аттракционах еду, и не пристегнута. Ты же пристегнута. Я пристегнута, но мне не нравится, когда мы едем так быстро. Ну, нормально, да? Нет, мы едем быстрее, я считаю. Может, чуть-чуть быстрее положенного? Нет, не чуть-чуть быстрее положенного. Это вам знать не надо. Короче, я боюсь, Зай. Чего вы все тормозите? Я торможу перед камерой, конечно. Сейчас камеру проеду опять. Нет, опять не надо. Почему мы так быстро организовали свадьбу? Первая причина – это то, что, ну, как бы, Слава сделал мне предложение в июне, и мы такие, типа, блин, ну что, год, что ли, ждать до следующего лета? Ну, как бы, тоже бред. Ну, и тоже очень такой важный момент был – это то, что мне хотелось скорее тоже свадьбу, чтобы дедушка на моей свадьбе успел побывать. С середины весны по середину осени он был в Москве, а все остальное время он был в Грузии, потому что там все-таки, ну, теплее, а здесь он часто там мог простужаться, легкий, там у него, я тоже помню, было там невоспаление. Ну, короче, понятно, что пожилой человек, все это, ну, сложнее, холодный климат переносится, поэтому, вот. Ну, и, конечно, в Грузии ему тоже было хорошо, тем более, что это его вообще родина, как бы. Вот, и мой рилс был о том, что, типа, никогда не откладывайте на завтра то, что можете сделать сегодня. Я просто поделилась, что мы брали на свадьбу кредит, вот. И, ну, как бы мы его очень быстро закрыли, прямо вообще, можно сказать, в течение этого же времени. Ну, короче, в любом случае, сразу выньте и положьте, у нас такого не было на тот момент. Именно, как бы, на свадьбу, это же все-таки, как бы, можно сказать, спонтанно, да. Мы же не сидели, не откладывали деньги на свадьбу, которые, там, предложение еще Слава не сделал, например. Ну, вы понимаете. Просто обычно, как бывает, люди, там, предложение сделали, и люди, бывает, там, копят, не знаю, ну, полгода, год. В 21-м году мы свадьбу сделали, а в 22-м дедушка ушел, и... такое слово «ушел», да? его как-то легче произносить, чем другое. Так вот, никогда не откладывайте на завтра то, что можете сделать сегодня. И я видела там кто-то даже в комментариях под влогом, я просто об этом тоже рассказывала, про кредит. кто-то даже осудил, потому что я немножко даже, ну, не призвала, типа, брать кредит на свадьбу. Я понимаю, что для кого-то это вообще немыслимо, и нахер надо, и хватает там и расписаться, либо просто нету, как бы, еще что-то, типа, делать, там, тратить кучу денег на один день, там, нам жить негде, не знаю, машины нет, ребенка там кормить и так далее. Я все понимаю, поэтому, как бы, тут вопрос такой, кто может, тот делает. Кто знает, что потянет, кто знает, что сможет потом этот кредит там закрыть, еще что-то, то я, как бы, в этом ключе немножко призвала, так скажем, к тому, что, если вы на это готовы пойти, то пойдите, потому что этот день действительно того стоит. Вот. Тем более, что можно, там, половину из того, что у нас было на свадьбе, вообще не делать, да даже больше. И все равно будет, я считаю, хорошее торжество. Главное, чтобы рядом были ваши родные, близкие, любимые люди. Вот. И кто-то меня осудил, типа, брать кредит на свадьбу, еще и говоришь о том, чтобы люди брали кредит на свадьбу, а я считаю, что тут осуждать. Ну, это действительно один из самых, там, счастливых и важных дней в вашей жизни. Это день, который вы будете помнить очень-очень долго. Ну, типа, знаете, я не помню, там, вчерашний день, позавчера, ну, в смысле, в том плане, что что мне его вспоминать? Ну, вот свадьбу я буду вспоминать до конца своих дней. Согласен? Конечно. Чего ты рожаешь? Ну, я даже не знаю, день рождения, мне пофиг на дни рождения. Я их, ну, вот так вот не вспоминаю, тем более, что это каждый год день рождения. А свадьба, да, ну, как бы один раз жизни. Вот, ну, в любом случае, я, конечно, за то, что есть возможность действительно сделать этот праздник классным. Понятно, что у всего есть какая-то, ну, грань, там уж, наверное, не знаю, сильно прямо все отдавать, там, до последней копейки, продавать там квартиры, например, уж точно, наверное, ради свадьбы не надо. Это я так. Но постараться сделать этот праздник, этот день каким-то более особенным, торжественным, это, конечно, здорово. Блин, я бы повторила свадьбу. Я не знаю, что у меня за ностальгия такая. Вот из-за того, что мы на дачу приезжаем, у меня там лежит свадебное платье, поэтому у меня каждый влог это что-то про свадьбу, что-то про дедушку, понятное дело. Даже очень много, потому что, ну, сами понимаете, какие воспоминания. Вот. Поэтому каждый влог у меня вот такой получается. Обязательно посмотрите, потом Грилс, если будет желание. Получилось, конечно, очень трогательно. Я его пока выставляла и писала текст, конечно, плакала в машине, пока Слава ходил за кофеечком. Вот так. Дедушка же на свадьбе сказал, когда тост говорил, что что я его последняя любовь. И что-то я помню, мы с мамой как-то обсуждали, что если бы дедушка дожил и увидел бы Анютку, то, наверное, она была бы его последняя любовь. Я вообще, если честно, даже не представляю, какие эмоции были бы у дедушки. Даже бабушка, с которой они развелись, говорила, когда видела Аню, что дедушка бы с ума сошел. Да. Не знаю, почему так. Ну, в смысле, жизнь вот такая. Я много думала о том, как мне грустно, грустно, что, ну, не знаю, типа, пара лет. Ну да, даже меньше. Вот сейчас 16-го будет 2 года, как дедушки нет. А Ане уже почти год, можно сказать, будет. То есть, грубо говоря, там полтора года где-то дедушка не дожил, чтобы увидеть правнучку. Ну, что поделать. Так вот грустно, но я всегда вот думаю еще про свадьбу тоже, как я рада, что дедушка успел на свадьбе побывать. Я помню, мне писали в комментариях, как тебе повезло, Юль, что твой дедушка у тебя на свадьбе, поэтому я все равно думаю о том, конечно же, что мне очень повезло. Вот так. Кто-то сидит, наверное, ревет. Я бы тоже заревела. Но я кремень. Тем более, у меня есть кофеек и дорога. Скорее бы сделать ремонт в доме. Интересно, что бы дедушка сказал на то, что мы там ремонт делать решили такой? Я думаю, он был бы рад. Да? Крустишь. Тоже плакать хочешь? Не говори так. Что ты за это варился? Кстати, как я уже говорила, что скоро два года, и я все никак не могу посмотреть то видео, которое я смонтировала тогда. я помню, что я оттягивала, не смотрела его, потому что тогда я, по-моему, то ли я была беременна, то ли я уже Аню родила. Ну, короче, я все никак не могу это видео посмотреть с дедушкой. Вот. Не знаю, когда найду в себе силы посмотреть это видео, но вообще мне все это, конечно, очень тяжело удается. Вот так. Я все в том же розовом костюме. Кто-то написал, когда, типа, купила костюм новенький, и, типа, его так любишь, что каждый день он ходишь. Я его люблю, но он у меня, не сказать, что прям новенький, и не сказать, что прям вау-состоянии, потому что тут есть пятна, которые не отстирываются, тут где-то еще какой-то кетчуп, не знаю, со вчера, с позавчера, но суть в том, что он у меня такой уже стал чисто дачный, поразбираться, ну, да, он симпатичный, такой розовенький, типа, класс, но при этом нифига он не на выход. Вот так. Да, да, это я закрыла, пушок здесь был, хотел там пожрать отравы мужчиней. Вот это тоже. Да все, это мало реально получается. Нет, там еще, там еще дофига. Мы можем какую-то часть с гаража закинуть. в газели вывезти к бабушке. Можем. То есть, то, что мы уже вынесли. Просто, конечно, в идеале бы сначала, чтобы все погрузили в гараж. Блин, они тяжелые, конечно. Да, это жопа. Да. По сути, это вот только вот это самое тяжелое, вот эти два шкафа, все остальное, все самое тяжелое, мы уже вынесли. Получается, вот это все надо погрузить в коробки, в пакеты клетчатые, даже скорее всего, потому что там куча засосов. мы грузим в газель? Зачем? Ну, это не поместится к нам в гараж, да? Нет, конечно. Ну, надо смотреть просто, что поместится, что не поместится. Мы можем то, что в гараже, закинуть в машину. А это, например, уже там в следующую ходку, когда там сделаем, когда спустим, то есть это мы можем спускать и без газели, мы это просто закинем в гараж наш. И когда соберется новая, ну, новая... Давай пошли, посмотрим в гараже, сколько места там. Туда все не поместится точно. Короче, в чем у нас заключается проблема, что рабочие скоро-то придут? Когда придут? Не хочешь позвонить, спросить? Скоро. Скоро придут. И машина скоро придет, но рабочие у нас должны вот это все грузить в гараж, мебель, ее дохера. И когда они все это погрузят в гараж, мы поймем, что, например, все, дальше не помещается, остальное повезем к бабушке. И одежду, и все хорошее, то, что такое, типа, не хочется хранить в гараже, тоже поедет к бабушке. Получается, не состыковка. Пожалуй, в этот раз не будем расфуфыриваться. Давай, приступаем к активной работе. Ну, значит, что-то повезем из этого, да, из гаража к бабушке. Так это логично. Да. Все будет за***ть. Ребята, все будет за***ть. Вот такие у меня мысли. Вот, я уверена, что у нас все получится, потому что, ну, вариантов уже нет. А, нам еще холодильник куда-то девать надо. Мама миа, я ждал миа. Что тут еще по мебели? Стиралка. Стиральную машину, ты куда? Да, нам придется все равно к бабушке второй раз ехать. пум-пум, пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум. Просто я так смотрю, тут из-за коробок всяких то что, это мы могли бы сами, типа, знаете, зараза, ты увезти, но в этом, конечно, нет смысла. Просто для газели маловато, реально. Ну, еще и телевизор к бабушке повезем. Вот, типа, вот это к бабушке. И комната пустая, получается. Вот эти коробки несчастные. Надо срочно собирать коробки и собирать обувь, в которой здесь и одежда. Мы не будем тратить время. Фух! Ура! Слава не выкинул мои две классные куртки! А что ты тогда выкинул? Не знаю. Мы когда здесь были в прошлый раз, я вот этот пакет, у нас просто нормальных-то пакетов нет, они у нас все и для мусора, и для книг, и для одежды одинаковые. Тут, по-моему, был мусор, который пацаны просто спустили туда на улицу. Я этот мусор и выкинул. Я думала, ты это взял. Я здесь поставила пакет и сказала, это в Москву. Тут две джинсовые куртки. Зато ты посралась со мной за эти две куртки. Потому что я думала, ты взял этот пакет. Я же не видела, что ты выкинул и взял. Сначала убедись. Это как? Мне надо было... Поговорка новая. Сначала убедись, потом срись. Вот, запомни. Я лучше сначала посрусь. Ты же любишь поговорочки. Да, но я люблю те, которые я произносила. Так вот, и... Да, мы когда уезжали отсюда в прошлый раз, я Славе сказала, вот это в Москве. Там две классные куртки. Но они в мусорном пакете. И когда мы приедем на дачу Паня, я открываю багажник и понимаю, что там нет этого пакета, в который я его просила взять в Москву. А я тогда думала, он его взял. и мы останавливались в мусорке. Он сказал, я выкинула мусор, а я же не знаю, что он еще взял, что там был какой-то мусор, не был. Ну, типа, я там вся в своих делах, заморочках. Короче, я была уверена, что он просто выкинул две куртки. Да, уверена, что выкинул две куртки. Сказала ему, что я о нем думаю. Сказала, что ты просто берешь и бездумно выкидываешь вещи. Тебе что, сложно посмотреть? Ну, короче. Тупо, конечно, что я коробку в коробку, но таким образом я могу много поместить. Ой, точнее, наоборот. Ну, блин, разбирать коробки вообще бред. Я их как долго собирала. Да и времени нет. Ну, можно сказать, что работа идет. Я в свое платье сваливаю, вот сюда запихала. Прикиньте. Это не очень правильно, потому что там юбка, этот круг такой. Да похер. Очень тяжело. Что в апреле начало? Это не очень тяжело. Не совсем. Ну, конечно, это не сделать. это же, я режу, может, знать, Talent так здесь полностью уже пустая комната до ремонта как помните здесь стояла кровать можно кстати здесь окно сделать не знаю нужно ли тут вроде так есть окно вот такая комната с ума сойти здесь кстати тоже по сути вот все мебель осталось и вот тут я все упаковываю что осталось но тоже можно сказать что уже все собрано даже что-то с гендер партии все игры кто за кого мальчик девочка так прикольно что все думали что у нас . большинство первый этаж сейчас выглядит конечно с ума сойти просто тряш зато на втором все понятно все ясно и понятно еще за этим диваном что-то есть причем и со славой всю голову сломали чужом дело за гаражом потому что там конечно он не резиновый так ребят короче мы все-таки обратились нашим соседям предложили им что мы у них в аренду взяли гараж на полгода вот они сказали типа в чем ну короче ну в смысле без денег согласились взять такую хорошую часть не вещей а именно мебели тяжелой который мы сегодня можем не отводить бабушки бабушки поедет вот это как я вам рассказывала сейчас мы тут со славой кое-что еще собираем заматываем еще холодильник один поставили в гараж к соседям вот это все тоже поедет бабушки но блин по сути это все вот то что здесь на первом этаже это все поедет бабушки но это вообще немного реально ну холодильник мы оставим один для нашего строителя кстати здесь просто офигенное место я помню в детстве за этим диваном домики всякие строили подушек не гидаешь и живешь в себе там не знаю что сделать не хочу сильно забивать пространство мебелью вот но то что мне нужно на хорошее место для хранения тех же самых книг вот куда-нибудь я буду старой бабушкой буду читать книги тогда можно у меня будет на это время покажу вам что там за диваном вот что куда здесь будет идти ремонт будем сюда приезжать периодически а вот и наша машина приехала в которой сейчас все будет так что на полу кроме того вот у у у у у у Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Прислали план дома... Короче, да, конечно же, он не зашел... Но если вы смотрели прошлый влог, посмотрите угар, конечно... К нам приезжал замерщик, за это заплатили кучу денег... И мы забыли его пустить в чулан... Где у нас, типа, пипец... Этот чулан будет не просто чуланом, а у нас там будет потом по плану гардеробная, санузел... Такие типа... Ну, блядь, там все было забито всяким говном... Не, ну тут на плане, сейчас вам покажу... Лучше, конечно, это смотреть с компа и потом как-то по-другому показывать... Ну тут, в принципе... Плюс-минус понятно... Не, ну это, короче, 3D план... Так, у второго этажа есть еще другой план... Вот... Получается, как бы, вот... Вот эта часть... Ну вот, что у нас получается... Вот это вот мы делаем комнату отдельно здесь... Мы наращиваем... У нас получается... Вот еще... Вот так... И вот так... Вам не х*** понятно, забейте... Вот это мы пощоль... Поднялся... Вот этот... Вот этот мы пощоль... Потом сразу сюда защоль... Напротив двери получится друг друга вот так входы... Угу... Здесь мы чуть наращиваем... Это убираем... Тут у нас будет ванна, туалет... Да на самом деле... Нам не надо сюда никаких этих замок... И так все понятно... А где вот увидеть сколько комната... Не пойму... Квадратов... Или так не пишется... Надо вот по этим считать... Я не вижу... Ну забей, потом посмотришь... Так... А это что? А... Это первый этаж... Вот получается мы зашли... Да... Это вот то, что наша спальня такая большая... Кухня... Такая маленькая кухня... Косьма... Прикольно, да? Ну вообще круто... Всегда так интересно было этот дом... Ну прям в 3D-виде... Ну конечно... Вот... Видишь у нас типа вход... Нарисован как будто балкон... А... Потому что это первый этаж... А низ это подвал... Подвал же не под всем домом... Видишь как... Он под одной частью только дома... Круто... Может тут что-то написано... О... Написано... Да... А тут написано сколько где квадратов... А я не увидела... К бабушке приехали... Покажу вам ее... Участок красивый... Короче... Покажу вам... А... Как бабушка моя живет... Вот... К ней внуки приезжают... У них тут тоже красота... Все... Облагорожено... Сад такой... А сколько цветов... Мама дорогая... Видите сколько у нее всего растет... Она же вообще... Любит красоту... Цветочки... Так что вот так... Блин... Ну... Надо было тоже бабушки трясти... Куда? Вниз... Да будет свет... Вот так... Ребят... Все... Все... А... Ну мы снова здесь... Замерзли... Заколебались... Короче... Вот он... Вот он... Итог нашей работы... Даже не верится что этот дом... Можно сказать... Пуст... От мебели... Хотя тут еще остались ковры... Вот эти тоже надо снимать... Ну это уже такое... Это может кстати уже наш рабочий сделает... Вот... Ну все... Теперь мы можем нормально фантазировать с вами... Где у нас все будет... Здесь вот так наращиваем стену... Раз... Два... Три... Ну нормально... Хорошая комната получается... Ну не... Не то что прям огромная... Классная... Ну нормальная... Вообще... Вот получается... Я хожу по этой комнате... Которую мы хотим отделить... Вот так вот... Это все... Эта комната... Тут спокойно встанет и кровать... И при желании... Кровать может и вот так стоять... Тут телевизор... Шкафчик... Что хочешь вообще... Надо только придумать... Где сделать дверь... Чтобы было удобнее... Ну это с дизайнером решим... А вот здесь вот мы просто так... И выбиваем окно... Ах... И откуда вам мне столько силы... Энтерни... В камеру же бедняжка садится сотый раз... Ну я как будто не готова прощаться... Сколько времени? Нам отсюда 8 бы выехать... Сейчас 7... То есть мы еще час тут можем провести... Ладно... Я схожу за камерой... Так... Сейчас наверно все до спускаем... Что-то замотаем... Что-то отнесем в гараж... Тут в принципе все... Вот с этим все понятно... Так что ладно... Я пошла за аккумулятором... О... Надо поставить на зарядку... И... Может быть к вам вернусь... Потому что все равно... За целый час я могу здесь еще... Что-то сделать полезное... Я вот нашла такую фотку... И... По ней видно... Что... Этот дом выглядит совсем иначе... Вообще... Короче... Видите? Вообще другой кирпич... Сколько раз этот дом... А... Как сказать... Обивку меняли... Не, не обивку... А... Как называется... Хочу сказать... Обкладывали... Но мне кажется это неправильно... Вот так... Так мило... Я маленький... Мы на сегодня... Все... Сейчас мы... Буквально по мелочи кое-что заканчиваем... Слава тут... Сделал свет... И... Пойдем... Тут посуда... Кстати... Не упакованная... Тут... Ничего... Ничего... Ну и хер с ним... Короче... По-хорошему загрузить посуду... Но тут мне кажется она и так... Эта чистая... Ну ладно... Вот это все загружу... Вот это все уберем... И все... Что ж... Делаю последний обход... Вот смотри... Вот с этим-то мы что делаем... Давай выкинем тоже... Нахер... Посмотри... Ну что ты с этим уже сделаешь... На... Помойки... 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 Ну что ж, ребята... Сейчас... А... Двадцать... Тридцать... Пять... Мы планировали до восьми... Но решили переработать... Сверх... Сверхурочные... Короче... А... А... Ну все... 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 В принципе там реально... Прям готово... Второй этаж полностью вообще... Сносите нахер... Все... Там можно... Что хочешь делать... Там уже ничего не осталось... Дорогого мне... А... А... Сердцу... И каких-то... Вещей... Которые мне бы хотелось... Уберечь... От... Разгромов... И... Кувалд... Там можно все... Что хочешь делать... На первом этаже... Полностью... Полностью... Вообще... Чистое... Помещение... Пространство... Это спальня... И... Можно сказать... Полностью... Чистое... Это вот... Большая комната... Куда мы... Попадаем... Когда заходим в дом... Единственное... Что там стоит... Такого... Что нужно убрать... Это холодильник... А по сути... Ну... Все... Мы реально освободили весь дом... Кроме подвала... Ну... Подвал... Это уже... Следующий этап... Ну... На самом деле... Что в подвале надо... Просто... В коробке... Все... Аккуратно кладешь... И нахер... Уносишь... В гараж... И все... Больше... Никаких... Заморочек... Я не вижу... Мы едем домой... Нас ждет наш маленький гугулинь... И... Завтра к нам... Сейчас узнаю... Придут или не придут выбирать... Да... Ура... Скучаем по Нюточке нашей... Ехать нам час... Приедем к 10 домой... Это, конечно, не очень хорошо... В идеале нам в 9 приезжать... Чтобы в 9... В 9.20 забирать Аню... Чтобы... В 10 она... Можно сказать... Потихоньку выходила из ванны... После купания... И... В 10.30 уже... Мы... Делаем ночной ритуал... И где-то в течении получаса... Ребенок должен... Ну так... Вот такой план... Но... Мы приедем только в... 21.40... Не... Ну нормально как раз... По сути... К 10 дома будем... И... Уже можно будет... Купаться... Укладываться... Так что... Это хорошо... Помнишь, Зай, ты говорил... Что скучаешь по мне... Когда... Анютка только родилась... И тебе не хватало моего внимания... Я придумала делать ремонт на Ляча... Теперь мы чаще проводим время вместе... Да... Интересно... У тебя мотивация... На самом деле... Это не я придумала... А... Несколько сраных... Миш... Помнишь... Мы когда туда приезжали... Когда там еще все было... Мебель... Все... Там по сути... Ну так... Если прикинуть... Вызвать... Там... Клининг... Два... Там три дня... Чтобы хорошенько отмыли... Все... Правильно... Продезинфицировали... И все... Но... Мы же не знаем откуда идут эти мыши... Они же могут прийти снова... Конечно можно вокруг участка... А... Рассадить... Что там мне писали... Предлагали... Типа... Мята что ли... Отгоняет их... Какую-то мась Вишневского намазать... По углам распихать... Тоже... Мышам не нравится... Что еще мне нравится... Да там много вариантов... Просто это... Не избавит от самой проблемы... Что они туда залазят... Откуда... И могут ходить... Вот... Я сейчас тоже что-то там убирала... Разбирала... Просто... Типа знаете... Так приглядываюсь... Думаю... Может какая-то катушка... Какая-нибудь... Не знаю... Что... А нет... Мышиное говно... Все... Мышиное говно... Вот реально все... Подоконники... Не подоконник... То есть они там засрали максимально... Вот... Ну... От души... Как бы... Как вот... Засрали как вот... В последний раз... А потом... Вот так... Я просто так думаю о том... В каком этапе своей жизни я нахожусь... Через что мы проходим с моим мужем... Я думаю... Как это здорово все равно... Ну... Типа знаешь... Люди есть... Которые... Типа живут... Там... Ходят на работу... Утром работа... Вечером домой... На выходных там... Сходить в парк... Ну... Типа знаешь... Изо дня в день... Такая вот рутина... А у нас постоянно какие-то движухи... Ну... Классные короче... Не знаю... Мне просто это нравится... Мне нравится то... Что мы такое глобальное дело сейчас... Совершаем... И меня это вдохновляет... Несмотря на усталость... Несмотря на усталость... Которую я испытываю... И недосып... Вот... Но мне пофиг... Реально пофиг... И... Откуда-то... Берутся силы во мне... И в тебе... Да, Зай? Ты просыпаешься с хорошим настроением? Когда просыпаешься? Или непонятно? По-разному? 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 А я, можно сказать... С хорошим настроением... Просыпаюсь... Как красиво... Очень красиво... Особенно в 4К... Че ты ржешь? У-ля-ля... Я, в принципе, могу уже не ездить на дачу... Заниматься там ребенком... Другими какими-то вопросами... Но я, конечно же, хочу туда ездить... И вообще я очень... Вот мы со Славой обсуждали... Я говорю... Мне очень интересно наблюдать за ходом ремонта в доме... Мне не так интересно наблюдать за ходом ремонта в квартире... Скажу честно... Потому что там изначально был бетон... И... Мне похер на него, на этот бетон, если честно... Ну, как бы я и так знаю, че там... Там бетон... Интересно, конечно, приходить время от времени... Смотреть, че там, как там... Плюс нам в чат присылают фотографии... Что там изменилось, добавилось... Над чем сейчас идут работы... И обязательно на этой, на следующей неделе мы появимся в квартире... Вот... Но... Смотреть, как идет ремонт в этом доме на даче... Мне очень интересно... Во-первых, мне интересно узнать, что там в стенах... Что там внутри... Какая начинка... Сколько там, блядь, скелетов мышей... Мне все это очень интересно... Да и просто... Этот дом... Ну, как бы... Это же не какой-то, знаете... Типа купленная квартира... Только что построенного дома... Там чисто все в бетоне... Это недорого моему сердцу... А вот этот дом... Конечно, прикольно смотреть, как он будет меняться... Какая там будет разруха... Снимать все эти этапы... Запомнить эти этапы... Потом... Не знаю... Показать Анютке, когда она подрастет... Потому что я... Когда... Ну, вижу там... Фотографии этого дома... Там мы на фоне этого дома... Где я маленькая... Конечно, не помню, как этот дом выглядел раньше... И я иногда в шоке... Потому что я вижу, что он был совсем другой... То есть там столько всего дедушка переделал, конечно... С бабушкой... Что... Ну, это любопытно... Это интересно наблюдать... Сквозь года... Поэтому я думаю, что Ане... Когда она подрастет... Тоже будет безумно интересно посмотреть... Какой это дом был, когда она только родилась... Ведь мы же там... Какое-то время... Ну, пожили с Анюткой, когда она только родилась... Помню, как мы там колики ее проживали тоже... То есть прям... Первый месяц, получается... От ее рождения... Мы тоже там отмечали... Тортиком медовиком... Ну, короче... Это все очень здорово... И понятно, что она не запомнит это время... Не запомнит... Уже не запомнила стопудово... Этот дом таким, какой он был... Потому что она слишком молода и юна... Но дом, который мы сделаем... Отремонтируем... Она уже будет хорошо знать... Хорошо помнить... И для нее будет странным, что когда-то... Этот ее любимый красивый дом с белыми обоями... Не знаю, какую красоту мы там сделаем... Что когда-то он был в желтой вагонке... Ну, короче... И меня это все как-то очень сильно вдохновляет... И какое-то необычное чувство вызывает... Потому что... Как будто бы... Я как будто бы чувствую эмоции, которые должна испытать она... Только в будущем... Ну, типа, потому что я как будто бы тоже эти эмоции уже испытывала... Когда смотрела на старые фотографии, например... Ну, короче, прикольно... И... Я прям, знаете, как будто бы... Живу в моменте, когда вершится история... Меняется этот дом... Ну... Что, с тобой сходить? Как хочешь... Ты кофе будешь брать? Да... Ну, это, конечно, трэш... В 9 часов... Кто-нибудь из вас любит так поздно пить кофе? Напишите в комментариях... Здесь можно? Да... У меня так ноги болят... Можешь мне водички просто взять? Да... Я забыла, кстати, в холодильнике... Кое-что... На, держи... Взял... Она закрытая, она открытая? Да... Ну, ладно... Не похоже она на новую, конечно... Хотя, не знаю... Мне кажется, этот лог... Получился не такой насыщенный и наполненный... Как я предпочитаю... Устала? Да... Хочу спать? Очень! А еще... Мне нужно будет монтировать предыдущий влог... Потому что у меня должна выйти интеграция определенного числа... А моя девочка-монтажер сейчас... Не может... Точнее, не успеет к этой дате смонтировать... Ну, потому что... Вот так вот... Свои есть причины на то... И мне придется потратить на это время... Там просто капец... Ну, просто жопа... Потому что предыдущий влог... Я не знаю, сколько там часов материала... Ну, мне кажется, три... Ну, не меньше, мне кажется... Обычно влоги выходят где-то на полтора часа... Час двадцать... И вырезается... Ну, типа полчаса... Двадцать минут... Иногда что-то ускоряется... Просто ускорение... То есть не сказать, что много вырезается... Ну, вырезается... Вот... А тот влог предыдущий... Я не знаю, сколько он вышел... Но я точно знаю, что там очень много... Я просто помню, что я в машине минут двадцать болтала... Или тридцать... А потом дома минут тридцать... То есть там болтала... И, мне кажется, это всё важное... Плюс куча других моментов... Где-то что-то показывают... То есть там точно... Ну, два с половиной часа, мне кажется... Ну, короче, ладно... Да... Это ты мне или себе? Тебе... Что это за яйцо? Аня? С мукости, зай... Показывай... Ну, такой вот классный единорожек... Ей такой нельзя... Ну, я посмотрел, он вроде, типа... Не опасный... Там просто вкусняшки... Просто вкусняшки ей давать не будем... А единорожек может ей понравится... Ну, что, зубы чесать? Не знаю... Ну, ладно, посмотрим... У нас есть игрушки для Ани... В которые нужно играть с ней... Рядом с ней... И следить за тем, как она в них играет... Потому что... Ну, стремно... Нас все в рот сует... Нет, они как бы... Такие, что... Как бы, ну, сунешь в рот... Ну, ладно, но все равно... Я считаю, что есть игры... В которые нужно... Смотреть, как ребенок играет... Быть рядом... Пока он маленький, по крайней мере... Потому что у меня, конечно... Ну, мне страшно вот это все... Все эти истории... В общем, ладно, я хотела попрощаться... Про то, как я попал в зомби... Да... Это история... О том, как я попал в зомби... Да, пока... Это мы в этом доме, когда разбираемся... Надо сделать такой рилс... Все, пока... У меня нет сил... Прощаться долго... Но поболтать еще могу... Но не буду... Ладно, все... Мы поехали домой... Забираем ребенка... Отдыхаем... Хочу помыться... Голова у меня грязная... Вонючая... Все грязные... Вонючая... Завтра к нам придут убираться... Я не буду убираться... Обещаю... Обещаю... Вообще... Я работаю над тем... Вот видите... Я уже хотела прощаться... Я работаю над тем, чтобы... Поменьше убираться... Трудно пока дается... Но... По крайней мере... Перед приходом... Девушки... Клинера... Мне хочется... Держать себя в руках... И не убираться... Потому что... Вчера мы там... Немножко насынячили... Накрошили... И так далее... Я не стала пылесосить... Потому что я понимала... Что сегодня нас весь день дома не будет... А завтра придут убираться... Все, ребята... Люблю... Целую... Обнимаю... Поддержите... Комментарии... Потому что... Потому что... Я вообще надеюсь, что вам нравятся влоги с дачи... Вообще нравится вся эта тема с ремонтом... Мне вот лично это все безумно интересно... Безумно любопытно... Вот... И вообще... Надеюсь, что вы классно проводите время... Когда смотрите мои такие влоги... Спасибо, что сварили... Всех люблю, целую... Обнимаю... Будьте счастливы, здоровы... И всем пока!